добрый день меня зовут коншина наталья и хочу с вами сегодня поговорить на тему как создать свой бизнес уже сегодня хочу сказать то что сегодня есть столько неограниченных возможностей при помощи которых вы сможете создать свой бизнес легко и просто просто щелчком пальца и так давайте я побыстрее расскажу что же я предлагаю хочу рассказать вам тему о том как создавать свой товарный бизнес китая откуда я это знаю я проходила курс димы кавпака фабрика 1 я сейчас участвую в программе тех 30 и могу сказать что у меня есть кое-какой опыт я завозила свой товар я продавала его здесь в украине по поводу масштабирования вопрос не дожала не дотянула до конца но об этом я расскажу немножечко позднее итак я предлагаю вам создавать свой товарный бизнес китая почему почему именно китай потому что китай можно сравнить с мировой фабрика где производится фактически все что может прийти вам в голову и это действительно так на сегодняшний день да и вы сами наверное для кого-то не секрет видите надпись made in china на всех товаров как премиума как премиум класса так среднего класса так и какого-то совершенно дешевого товара да вот раньше это это было немножечко другое время да например давайте сравним то время когда были 90-е годы когда начали попадать в нашу страну вот такие товары как футболки пхукет да какого-то ужасного цвета и ужасного качества какие-то ярко-лимонные оранжевые и так далее футболки я их еще помню эти полосатые футболки они у меня были в детстве вот всем привет да мы все родом из 90-х но сейчас не об этом давайте посмотрим на сегодняшний день какая ситуация с китаем что это за страна вообще кто еще ничего не слышала китай давайте немножечко вот так вот проведем черту и подытожим что почему китай лишь то собой представляет китай на сегодняшний день а вот еще вопрос с этим многих как опытных так и начинающих предпринимателей возникает логичный вопрос как начать бизнес китай ну и давайте вот рассмотрим что же я предлагаю как начать бизнес с каким китаем все вы знаете что мировые бренды уже очень давно изготавливаются в китае да перечислять не буду вот привела некоторые примеры можете почитать да это и айфон это и дара и левайс им канта бифри это все 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 марки независимо от того какая это компания какая кто ее придумал да где человек территориально находится в россии в москве в сингапуре киеве или белоруссии торговая марка придумана в этой стране да например я с киева сейчас вещаю отшивается продукция или производится да техника в китае в основном и вот смотрите какие данные я ознакомилась это это не какие-то данные просто из интернета да это были независимые исследования 2016 года что на долю китая приходится 25 процентов мирового производства вы можете себе представить то есть четверть всего производства мирового занимает китай и с этим надо считаться и нужно понимать почему производят в китае да потому что если бы гнали только хлам и говно как было это раньше ну да вот такое вот было впечатление что если китай то это фу-фу-фу надо с этим считаться но не будем на этом останавливаться давайте расскажу еще такое мой сори назад что у нас есть две столицы есть шэньчжэнь и есть гуанчжоу вот шэньчжэне шэньчжэне а мы кстати шэньчжэнь вот он вот это вот шэньчжэнь шэньчжэнь мы все производим бытовую технику мы я имею ввиду что если вы ориентируетесь если вам нужна бытовая техника любая да там от айфона от зарядки до какой-то крупной габаритной габаритной бытовой техники вы смотрите в сторону шэньчжэнь а вы смотрите все выставки вы смотрите всю информацию в интернете касаемо шэньчжэнь и дальше по тексту да мы будем обращаться тоже к всем нам известному сайту alibaba вы также смотрите где находится компания что касается легкой промышленности фэшн индустрии то есть это отшива одежды это гуанчжоу это столица а почему так это не гласно уже давних времен в китае разделены каждый регион занимается чем-то своим то есть не будет например шэньчжэне и одежды и бытовой техники и всего вместе то есть это немножечко идет разделение это разделение появилось достаточно давно вот почему так происходит во первых китай с 1991 года начал рост свой и еще в 90-х годах китай был на 11 месте по производству и импорту экспорту продукции сейчас он на четвертом месте в мире так что думайте сами решайте сами да и также еще хочу сказать то что уже сама заметила и обратить ваше внимание на то что в последние десятилетия китайские производительные учились быстро реагировать на внешние события до анализировать их прогнозировать то что будет актуально в ближайшем будущем в странах странах европы и сша смотрите что это для нас значит это значит то что по большому счету любой человек может зайти на алибабу и посмотреть тенденции то что будет популярно в скором времени как он это увидит я вам объясню немножечко позднее следующих слайдах смотрите сюда и так как как и где выбрать товар в китае ну видите этот слайд уже вам рассказала что шэньчжэнь город в котором производится вся бытовая техника гуанчжоу легкая промышленность и фэшн индустрия это я вам сказала для того чтобы вы понимали если вы летите в китай на что вам опираться да какую сторону смотреть где искать все русскоговорящего гида там в принципе в шэньчжэнь и гуанчжоу очень очень много русскоговорящих живут выезжать и молодые пары семьями у них детки они там снимают жилье то есть живут грубо говоря как я приехала в киев из провинции вот таким же образом люди уезжают в другую страну как как я уехала свое время тоже живу в словении сейчас где мы будем искать товар конечно же это либо поездка в китай у кого есть средства или кому интересно или который хочет совместить приятное с полезным то есть это политический китай посадить китай это круто вообще на самом деле очень хочу посетить китай это одна из моих целей которые я прописала себе на три года вот кстати моя мой плакат желание он такой знаете еще тех времен можно сказать да плакат на нем я урезаю кусочки наклеиваю что мне хотелось бы и вот стою каждое утро и вдохновляю вот кто не может себе позволить нет возможности хочет по-другому проанализировать это конечно старый добрый алибаба алибаба .com джек ма создатель алибабы все вы знаете джека ма кто не знает почитайте пожалуйста в гугле да погуглите не будем на этом останавливаться следующее о чем я хотела бы вам рассказать смотрите смешались у меня уже все смешалось люди кони и так как мы выбираем товар мы значит хотим заниматься какой-то продукции мы начинаем анализировать товар зашли на сайт алибаба .com и должны решить чем мы хотим заниматься как отследить тот товар который хотелось бы я вам на примере вот этой куклы долл я взяла поиски вот долл да бэби долл бэби долл это те которые знаменитые которые сейчас каждая девочка хочет вот ну вот что то мне так захотелось я на самом деле куклами не занимаюсь но вот захотелось именно конкретно куклу поискать и так что с ней смотрим давайте посмотрим вот эта страница сайта алибаба .com что мы тут должны увидеть вот вы к примеру зашли в первый раз на алибабу куда смотреть что понимать я надеюсь что вам очень хорошо видно кому не видно пожалуйста увеличьте потому что я а как я могу а я вот тоже могу кстати увеличить но тут будет плохое качество да ну ладно вот смотрите ой сейчас секунду сейчас попробую вот давайте увеличим потом уменьшим и так что мы здесь видим значит минимальный заказ 144 куклы можно заказать вот таких вот долл да тут куколка видим какая-то ванночка соска трусики вот одежка на ней какая-то есть вот такая вот кукла по стоимости значит написано цена 5 40-6 90 что это значит это значит что если вы закажете 144 куклы вы их купите по 6 долларов 90 центов если вы будете заказывать больше кукол вы можете получить цену 5 долларов 40 центов то есть у вас даже показан интервал к чему вам нужно стремиться вот если взять 30 процентов минус 6 318 минус евро 85 10 то есть обычно на алибабе как показывает практика да завышают немного цены поставщики и при первом общении с поставщиком есть такой небольшой скрипт могу вам его озвучить в принципе после презентации кому будет интересно как общаться с поставщиками я в свое время общалась с поставщиками при помощи переводчика то есть это был какой-то лимит какой-то было элементарное знание английского языка если мне не хватало словарного запаса я просто шла в google переводчик просто искала какие-то слова либо копировала фразу до смотрела по смыслу да но мы все учили английский язык я думаю что у вас тоже так получится по смыслу я понимала что вроде бы более менее правильно я понял китай должен меня понять и слала сообщение 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 вы шлете вот мы рассматриваем товар кукла baby dog там у меня собака сидит мы с ней на улице были я смотрю что он делает извините что отвлекают например нас интересует эта кукла вот мы ее выбрали по каким критериям цену мы видим минимальный заказ видим связаться с поставщиком кнопочка вот это видим далее что мы еще смотрим мы видим что этот поставщик город шань тоу gma toys coil т.д. находится на сайте alibaba один год компания китайская значит у нее есть трейт ашуранс вот эта торговая гарантия да уровень транзакции посмотрите это был бриллиантика что это такое посмотреть профиль компании можно то есть что еще есть в ассортименте что это значит для вас то что торговая гарантия и есть это очень хорошо то есть что это значит для того чтобы вот такой значок получить на сайте alibaba поставщик должен оплатить внести скажем так депозит на счет на сайте alibaba 100 тысяч долларов зачем этот счет эти деньги всегда лежат на счету у продавца и гарантирует покупателю то есть нам то что он нас не обманет не подведет что он нам вышлет продукцию что если мы мы же вносим предопланы человеку ты не договоришься с китайцем ну по крайней мере мне так не удавалось вы можете пробовать вы поймите что вы можете пробовать все что захотите здесь и сейчас вот то что захотелось то и пробуйте самое главное во всех ваших начинаниях это то что вы на самом-то деле должны просто что-то делать начать что-то делать для того чтобы появились вопросы проблемы возражения еще что то еще что то что нужно какое ключевое действие захотеть возможно захотеть тоже что-то значит но самое вообще элементарное всего этого это то что если вы хотите что-то получить нужно начать что-то делать соответственно после того как вы начнете что-то делать у вас потом уже возникнут какие-то вопросы это понятно правильно по торговой гарантии объяснила то есть есть у компании вот этот гарантированный взнос и таким образом вы будете застрахованы от того что человек вам не пришлет товар вот и все по уровню транзакции это было очень мало транзакции то есть очень мало он продал куколок но это может быть связано с тем что он попал в не сезон вот и еще было мало транзакции да дальше давайте не будем на этом задерживаться я думаю что вы поняли как мы нашли эту куклу в поисковике что что смотреть куда смотреть я думаю что все понятно как поставщиком связаться тоже понятно далее идем по тексту следующий наш файл презентации который я хотела бы вам показать если у меня уже все стало увеличено как же мы выбираем продукт вот смотрите здесь я тоже сфоткала три скрина сделает тоже они очень плохо немножечко не совсем удобно будем сейчас значит увеличивать рассматривать раз такая ситуация произошла вот картинка здесь двигается мы сейчас ее подведем и поймем смотрите это вот это первая кукла там где год это мы выбираем я все вам буду на примере куклы рассказывать вы просто берете какой-то другой товар который хотелось бы вы скажете а какой мне взять товар а какой хотите то есть если взять меня то я не смогу продавать запчасти для iphone или запчасти для моторной лодки почему потому что я ничего не разбираюсь в этих запчастях то есть лучше если вы будете понимать о чем речь то есть если мне нужно будет продать игрушку для собаки я тоже легко это смогу сделать почему потому что у меня есть собака то есть все то что вы возле вокруг себя видите с чем вы сталкиваетесь ежедневно или сталкивались прежде есть у вас опыт вот в ту тему вы можете идти в ту нишу этот продукт продавать это может быть и одежда и бытовая техника это могут быть какие-то рамки эксклюзивные тут есть все вот на алибабе это скажем так окно в китай да вот на алибабе есть все ребят значит по куклам смотрите первую мы рассмотрели а тут я два примера вам скачала чтобы вы видели еще одна кукла блин я вообще так плохо скачала тут короче говоря вот эта кукла старая была дешевле чем первая не вернее не так она была не дешевле чем первая а просто нужно минимальное количество там было 50 кукол они 144 как в данном случае соответственно мы можем в своей голове сделать вывод что у первого поставщика мы можем запросить цену на 50 кукол и написать что это первый заказ у меня на 50 кукол да то есть говорить поставщику обсуждать свои планы что я такой то такой то хочу продавать очень много кукол в украине да и за ее пределами первую партию я планирую сделать это тестовая партия для того чтобы понимать как продается продукция какого качества продукции какие недоработки что я захотела бы изменить в этой кукле да и для этого ну вы будете во первых и образцы заказывать и во вторых вы на первой партии просто посмотрите она соответствует вообще как делаю заказывает образец щупают смотрят качество на звук переписывается с поставщиком что нужно изменить сколько это будет стоить если сходятся по цене это там на пару долларов дороже получается или вообще такая же цена просто поставщик и сам понимает что он делал хуже да то есть мы грубо говоря указываем его на его ошибки и они с этим соглашаются и начинается производство кукол то есть все нужно проговаривать и давить то есть есть такие поставщики я вам скажу честно вот по поводу выбора продукта мы сейчас говорим по поводу выбора поставщика есть такие поставщики которые не отвечают вам по три дня а есть вы не успели написать и вам ответили потом у вас вам ответили вы прочитали ответ и молчите он значит пишет вам все ли понятно могу ли чем-то помочь то есть человек хочет с вами общаться да вы видите что его много внимания к вам вот это тот поставщик с которым вам нужно работать если подходит цена то есть он и так и дальше будет работать это менеджер с вами общается это лицо компании и и второй вариант когда говорят вот сегодня сейчас мы спим перезвоните позднее завтра он пишет мы на выставке через месяц он проявляется вид здравствуйте вы у нас когда-то куклы хотели купить вам сейчас куклы не надо вот прайс нет простите не надо то есть бывают разные вот как и у нас тоже разные компании разные менеджеры соответственно такие же и на алибабе алибаба это не одна большая компания это много много компаний на одном портале как у нас розетка на розетке продают очень много продавцов то же самое алибаба давайте две остальные куклы смотрим тут я выбрала этого бебидола одинакового здесь значит давайте я вам быстренько расскажу кого бы я выбрала я бы выбрала кому во первых тут по цене закупка 50 кукол здесь от 144 я бы этого поставщика продавила на цену подешевле чтобы он мне хорошую цену дал сказала бы что я буду брать много но уже планируете много продавать то есть когда человек говорит вот я не хочу врать я же немного покупать но ты на сегодняшний момент немного покупаешь но ты же хочешь много покупать купол если ты их заказал и процессе после чего вы делаете заказ после того как после того как сделали ты и у вас посыпались заказы да мы сейчас подойдем к этому тоже и так значит второй поставщик у нас 9 лет давайте я сейчас опять попробую увеличить вот он 9 лет на вот этом портале алибаба у него тоже есть рейта шуран он в рифа верифайт саплая то есть он проверенный продавец вот этот вообще этот проверенный а этот уже вообще золотой то есть это этот выше который год всего лишь там этот почему-то нет не знаю и что у него по транзакциям посмотрите сколько много он этих куколок продал то есть у него три с половиной бриллиантика этих бриллиантиков может быть еще больше чем больше бриллиантиков тем больше у него транзакций тем больше он продал товаров здесь вот смотрите третья кукла кукла покруче сама она такая силиконовая типа не уборные эти я не знаю это это у меня сестра шарит в этих куклах потому что у него маленькие дети и они и она все знает про этих кукол эти вообще как бы имитация настоящего человека они так выглядят здесь другие куколки но посмотрите все это на либабе есть что с ними у них есть 24 отзыва 4 9 из 5 это неплохо кто-то там один наверно какашку написал видите сразу рейтинг упала оценка тоже это подтвержденный поставщик тоже у него есть рейта шуранс торговая гарантия 9 лет он на этом сайте что у него у 97 транзакций по 210 тысяч на 210 тысяч долларов вот даже написано посмотрите время отклика и скорость время отклика меньше 24 часов скорость от отлика 88 процентов отклик может быть 99 процентов вот отклик может быть сто процентов здесь я этого не засняла не знаю почему но вот так вот получилось простите то есть вы поняли да на какие смотри то есть мы смотрим мало того что на товары на продукцию мы смотрим на вот эту колоночку которая находится справа поехали дальше итак мы выбрали себе поставщиков несколько да я вот почему три потому что я планирую выбрать три поставщика заказали образцы продукции и изучили спрос и так давайте остановимся с вами на том конкретно как заказать образцов образцы это сэмплы вы должны привыкать это такой сленг торгашей которые торгуют с китаем на образцы это стэмплы чтобы вы знали да стэмпл это на английском языке и так обычно образцы поставщик вам отправлять за свой счет что имеется ввиду под образцом вот конкретно на примере куклы это одна кукла он говорит я вам дарю эту куклу только ты платишь за доставку приблизительно стоимость такого образца отправки будет 50 долларов по поводу того вот как отправить ну вот просто вы говорите свой адрес и где вы живете говорите зип-код зип-код это и идентификационный код слушайте зип-код это индик вот и все и вам отправляют этот сэмпл все просто обычно за свой счет вы платите только доставку куколку вам дарят в подарок несколько купальников я с купальниками работала несколько купальников образцов они сказали платить им но я платила получается я забыла немножко как я платила за одни образцы я платила но я их как-то собрала все в кучу и они все вместе одним пакетиком уехали то есть я обращалась к русскоязычным логистическим компаниям которых полным полно их огромное количество в да и просто безумно безумное какое-то количество в китае то есть у вас не будет проблемы найти логистическую компанию русскоговорящую возят в украину в россию в казахстан в белоруссию да куда угодно ну честно вообще не проблема вообще просто открыть рот и общаться или просто писать письма ну я не знаю вот в среднем сэмпл стоит 50 долларов через 47 дней вы получаете свой образец вот можно воспользоваться услугами русскоязычных поставщиков в таком случае логистическая компания приезжать к вашему китайскому поставщику и забирает сэмпл оплачиваете вы деньги соответственно уже этому русскоязычному логисту нашему как вы изучаете спрос вы взяли эту куклу вы думаете что на нее спрос будет вы видите что было много транзакций а также вы можете посмотреть какие товары в топе на либо беда те которые хорошо продаются они обычно всплывают в это органическое продвижение называется они всплывают вверх вот и по таким вот критериям по таким вот параметрам можно смотреть потом уровень транзакций всегда смотришь да то есть чем больше транзакций тем понятно что больше этих бэби борнов кукол этих покупают соответственно на них есть спрос все вы начинаете изучать спрос у нас в украине потому что спрос то есть слышали вверху что я говорила на других слайдах это европа это сша это не только рынок какой-то россии какой-то украины хотя какой-то россии бы так не сказал это огромный но сам факт это мировой рынок и они знают тенденции тренды в сша в европе не говоря уже она а мы с вами мы с вами тоже прислушиваемся к трендам больше сша то есть у нас такие же тренды как и в сша то есть нам вообще прямая дорога на либо вы понимаете о чем да изучаем спрос размещаем объявление продажи этой куклы на ойлыкте в фейсбуке в инстаграме для россии это может быть авито если есть спрос на продукцию то готовим заказ о том как готовить заказ я уже проговорила с вами раньше вот мы вообще не с поставщиком детально рассказываем свои планы проговариваем объем ну и запрашиваем скидку минус 30 процентов то есть эту скидку нужно просить мы должны торговаться торговаться жестко почему потому что но это рынок вот alibaba это рынок чтобы вы понимали то есть вы не пишете куда-то на фирму это рынок это маркет это marketplace это тот же рынок который был раньше на полу все стояло там на столах вот он переместился в интернет далее по поводу поиска брокера и логистики я тоже вам в общем то проговорила из того найдете ли вы брокеров и логистов обязательно найдете вообще без разговоров единственное чем хотела бы здесь остановиться это то что я влетела с растаможкой почему потому что не стала я искать русскоязычного брокера объясню почему у меня были небольшие заказы доставка у меня была компания дечил вообще у меня таможенник компании девичил позвонил просил что-то за товар я ему ответила там буквально пару фраз вообще ну каких-то обычных и мой товар моя продукция приехала ко мне без проблем без ничего и так было вот все разы все поставки на последние поставки была разница большая в доставке я опять-таки не обращаюсь к этим русскоязычным брокерам то ли у них было дороже то ли я не помню я не знаете как я даже не то что у них было дороже или нет я вообще не просчитывала то есть вот если я говорю просчитать товаров поставщиков несколько обратиться логистических компаний несколько все просчитывайте то есть откуда вы возьмете статистику аналитику где хуже где лучше но надо везде попробовать понимаете то есть там спросить там и там и потом уже принять решение они в одном месте спросил и побежал вот этот это я это тот человек который бежит впереди паровоза а потом рвет на себе волосы это все ко мне и так что у меня произошло просчитала 9 и просчитал даже не просчитали это мой китайский поставщик девочка с которой я работала она написала что если девичели отправляешь то у тебя тысяча долларов доставка а если ой две тысячи долларов доставка если тнт то тысяча конечно же я выбрала тнт и еще и написала почему это девичель такой дорогой пиши мне все купальники я взяла по доллару там и так далее то есть я очень занизила цены в итоге я влетаю с растаможкой в тнт они мне там написали что я там чуть ли не самый вообще большой кибер преступник в мире они меня обнаружили законы написали на основании которых я уже преступник и платите короче я заплатила за растаможку за доставку заплатила 1000 а за растаможку я заплатила 1300 или 1400 и там все так хитро было сделано то есть как фоб у меня нет права совершать деятельность ну импорт экспорт то есть нужно подписывать договор с таможней а как физлицо но снова только вслушайтесь в эти законы украины а как физлицо я не могу покупать по оптовым ценам на алибаби а почему не могу но у меня ж нет компании зачем мне много тогда я скрываю свои свои доходы свой бизнес все так что вот вот так вот вы поняли да то есть вам лучше найти русскоязычных логистов то есть это доставка растаможка те люди которые занимаются то есть у вас есть опыт в чем-то что-то продавать то что вы знаете как продается у них есть опыт возить и растамаживать все то что я потом когда у меня уже стоял на таможенный груз когда мне выставили счет и обратилась к знакомой у которой муж таможенный брокер но не таможенный брокер он растамаживает грузы для своей компании то есть он брокер внутри компании но они мне сказали нет наташ лучше не лезть туда потому что сделаешь еще хуже они тебя блокируют груз оштрафуют и будет он там стоять непонятно сколько будете разбираться кто кому рабинович какие где на основании каких законов ты там что нарушил то есть найти можно это тоже самое что юрист до чего-то докопать там адвокат да если вот так перекрутить то будет вот так а если вот так перекрутить то будет вот так и все будет правильно вот тут также петь то тоже самое поэтому ребята аккуратно это то на чем я попалась все мы заказали образцы изучили спрос что еще вам нужно сделать после того как вы привезли продукцию и можно сказать даже продали первую партию вы нет вы заказали образцы продукции вот она едет уже такая какая она есть без упаковки ну или с упаковкой какой она была ранее все вот такая она едет дальше у вас три таких вот стало вопроса упаковка маркетинг и реклама смотрите что мне написано не реклама реклама кстати сейчас исправлю прям сейчас в презентации что надо сделать по упаковке первую партию продукции вы можете продавать и без упаковки да зачем продать заработать денег для того чтобы вложить деньги в рекламу в маркетинг упаковку да в разработку вот этого всего вот на будущее для последующих партий вам нужен свой продукт со своей упаковкой со своими подарками со своими товарами для допродажи или для расширения линейки потом расскажу о чем я это уже говорится о масштабировании бизнеса обязательно это опять таки та ошибка которую я сделала фотосессия у вас должны быть свои фотографии очень хорошего качества почему потому что продавая через интернет как канал продаж то есть у вас нет торговой точки вы продаете через интернет человек при помощи фотографии он и пробует и нюхает и смотрит то есть ему надо вот все свои чувства все свои органы чувств как можно больше увидеть почувствовать вот на этой картинке то есть чем хуже картинка тем меньше реакция на эту картинку все я по маркетингу что не маркетинг а маркетинг правильно говорить на этом этапе вы должны придумать название для своего бренда также прописать свою целевую аудиторию для продукта то есть что значит прописать целевую аудиторию вы должны понимать какие боли у клиентов которые покупают продукты у них нерешенные вопросы вот если на примере куклы к примеру зачем вашей целевой аудитории покупать куклу именно у вас вот почему у вас эти кукол как там полным полно да почему вы вы должны продумать то есть влезть в шкуру клиента и понять я покупаю куклу куклу покупаю ребенку для радости для того что у во первых он хочет а что он хочет от куклы ребенок ребенок хочет от куклы чтобы она писала чтобы она пила плакала то есть чтобы она была живая да ну и так далее то есть вы анализируете все факторы выписываете на бумажку чем больше вот этих вот факторов потом у вас сложится единая картинка это будет портрет целевой аудитории вот на основании этих данных вы потом создадите и маркетинг-кит и утп утп это уникальное торговое предложение маркетинг-кит это тоже самое что уникальное торговое предложение то есть почему вы почему у вас цена доставим быстрее доставка бесплатная в подарок вторые трусы для куклы в подарок парик для куклы и так далее вот это и будет все вот то что от вас то что вы придумали то что уникально вы не у кого-то содрали что вот так вот в эпицентре и я сделаю также но это не работает вам нужно придумать что-то свое понятно да по рекламе тут тоже все понятно опять-таки добрый старый олx facebook instagram хорошо работает лендинг-пейдж вы создаете да лендинг-пейдж у вас должна быть хорошая фотосессия и сейчас очень хорошо работают коротенькие видео видео хорошо работают как на лендинге так и хорошо работают в инстаграме в инстаграме в stories маленький до 15 секунд видео вот придумайте во время фотосессии какие-то могут быть такие небольшие видеоролики чтобы привлечь клиента это тоже кстати вот по фотосессии я хочу обратить ваше внимание что фотосессию не проводим дома сами как на телефон мы общаемся с фотографом с профессиональным мы тратим деньги вернее не так мы вкладываем деньги для того чтобы получить классный продукт который мы при помощи чего вот мы получили классный продукт фотосессии фотографии при помощи чего мы потом заработаем много денег это ясно то есть мы не тратим деньги мы их вкладываем свой бизнес для того чтобы наш бизнес рос дальше массовая рассылка telegram messenger email что здесь хочу сказать массовая рассылка telegram messenger telegram наибольшая открываемость 98 процентов мессенджер чуть меньше email рассылка я бы ее вам порекомендовала там открывать открываемость его три процента я бы вам ее порекомендовала для опта то есть это когда вы будете масштабироваться эта рассылка мне кажется должна быть я возможно я ошибаюсь но вот такая вот хотя бы раз в неделю рассылка напоминание себе вашим постоянным клиентам также погружать в эту рассылку ваших новых клиентов до которые могут с вами работать вот сюда же сюда бы я вот это вот сюда добавила и рассылал дальше по рекламе кто это еще может быть это могут быть блогеры это могут быть лидеры мнений но и опять надо смотреть что это нужны блогеры и лидеры мнений те которые для вашей целевой аудитории если кукла то это дети блогеры мамочки не брать каких-то рокеров да то есть это будет немножко не в тему это я думаю понятно и так по поводу масштабирования наконец-то мы пришли к моей любимой теме масштабирование бизнеса почему любимая потому что я сейчас нахожусь на этапе таком что я это еще не апробировала то есть все то что я вам рассказывала перед этим я попробовала и делала сама по поводу ну то есть не понятны те или вопросы мои ошибки по поводу масштабирования я этого не делала вернее как делала но не доделала вот как мы будем масштабировать у нас появилась кукла она хорошо продается вы запустили трафик у вас работают все каналы продаж как масштабировать видны как продавать еще больше как сделать так чтобы ваш бизнес рост потому что если бизнес стабилен он стабилен но мы возможно первые три месяца а потом вы сами просто обернетесь через год увидите что вы минусах ну и так работает рынок и так масштабирование расширение линейки вы должны подумать какой продукт вы можете еще предложить своей целевой аудитории вместе со своим основным на кукле смотрим что это одежда домик бутылочка колясочка и так далее на другой продукт другие какие-то дополнительные материалы и дополнительные материалы товары другие дальше создание скрипта для опта и для розницы обязательно по скрипту опт розница мы должны с вами понимать что это два разных скрипта да и розница это мамочка которая хочет купить своему ребеночку куклу или мамочка или там на день рождения идут в общем ребенку человек и опт это оптовая компания которая хочет заниматься также продажей ваших кукол то есть там немножечко другие возражения там немножечко вот разве что приветствие будет одинаковое презентации продукта я не думаю что полностью нужно презентацию рассказывать клиенту который пришел с рекламы с фб или инстаграм потому что человек увидел он видит глазами он увидел фотографии он готов купить многое покупать ему не надо по поводу опта в общем совершенно другой скрипт кому нужно прописать скрипты пожалуйста обращайтесь я вам помогу разберем этот вопрос да написали по поводу увеличения продаж куда мы будем увеличиваться мы начинаем вести то есть у вас появляется два отдела продаж один на розницу один на опт то есть один человек занимается или один отдел или один человек не важно один человек занимается во сугубо розницы второй занимается оптом они не мешаются друг другом это абсолютно два разных продажника и абсолютно две разных целевых аудитории я думаю что вы это понимаете по увеличению объемов продаж мы ведем переговоры и начинаем сотрудничество с такими маркетплейсами как розетка либутик ламода модно каста горномама и так далее свое время хотела я в blackberry работать ой blackberry wildberry на это российский до маркетплейс но там надо и пешка российская и вы думаете это проблема нет это не проблема просто я к этому еще не дошла не пришла из-за чего из-за своей линии просто я ни у кого ничего не спрашивала ничего не делала соответственно о моем вопросе что мне вот это надо никто не знал я кому-то одному написал он мне не ответил по поводу и по поводу помощи и на этом вот все закончилось соответственно кто виноват но наверное никто да то есть я вот потом создание полномасштабного сайта то есть вы уже создали у вас будет сайт о компонации чем компания занимается сколько лет на рынке контакты как вас найти где адрес как связаться как заказать много вот это вот все 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 ну вы тоже это не будете властно ручно скажем так делать да ну понимаете о чем я говорю на этом этапе вы создаете логотип вы регистрируете свою торговую марку ну и следующий такой этап тоже очень мною любимый это выход на маркетплейсе европы снг и сша все это возможно давайте приведу пример недавно познакомилась компания думаю что она одна из многих находится на борщебовке в киеве торгуют сумками косметичками вот у нее продукция работает она на амазоне достаточно успешно давно компания производства украины все товары с украины все полностью украина то есть ткань пошив торговая марка все в украине но при этом она работает из сша и европа из украины не знаю с россией работает или нет не спрашивала вот так вот я вижу вас в бизнесе желаю вам начать прямо сегодня что то делать если есть какие то вопросы прямо сейчас пишите мне и звоните я оставлю контакты под видео и на этой радостной ноте я хочу с вами попрощаться и сказать вам вот что страха нет надо просто делать вот вы должны понять что страха нет это не сказал один прекрасный человек александр если я с ним познакомилась на экваторе а вот и мне запомнилась эта фраза и я захотела поделиться ею с вами и хочу чтобы она вас вдохновила и замотивировала прямо сейчас вот что чего вы боитесь вы поймите что этого нет ну какой то страх просто бери и делай да вот такую вот картиночку поместила в центре дарт да чтобы попали прям цель и вот такой вот и не мотивирующий или нет такая надпись что на каждом этапе будут возникать вопросы но все вопросы а все вопросы решаемы и если знать зачем это тебе надо тут сделаешь все любой может стать любым это слоган петра осипова и цеха 30 и это правда я надеюсь что я была вам полезна жду ваших комментариев предложений всем пока хорошего дня с вами была наталья коншина